Приветствую вас, дорогие мои! С вами Жанна Фетисова. И сегодня, уже в преддверии Нового года, я бы хотела рассказать вам о том, что съела моя кожа за декабрь. Считаю, что все, закончившееся в этом году, должно в нем и остаться. Не стоит ничего переносить на будущий год. Давайте по традиции начнем в порядке ухода за кожей. Первое, что я хочу вам показать, крем для умывания, который мне очень-очень понравился. Я лично покупала этот крем для умывания в подружке. Он предназначен именно для сухой кожи. Производитель Everline Cosmetics Express Sess Care. Это молочко-крем, снимает раздражение, деликатно очищает смываемый крем для лица. Также его можно использовать для экстра сухой кожи тела, если у вас такая. Что я могу вам сказать, ребят? Вначале я его даже как-то не очень распробовала. Он оставляет довольно такое ощущение жирности, хорошее, я бы так сказала, на лице. Ну, в общем, так и должно быть. Должно быть лицо увлажненное, не должно быть ощущение стянутости. Как бы нанесли такой вот легкий уход или какую-то сыворотку сразу же после умывания. Использовала я его утром, либо в те периоды, когда я чувствовала, что очень сильно моя кожа, например, после долгого ношения макияжа, во время работы, на целый день, такого большого и серьезного макияжа пересохла. У меня кожа такая смешанная, склонная иногда к сухости. Ну, в основном вот в этих зонах, под глазами и щеках. Поэтому для меня это средство в какой-то степени даже было спасением. Оно очень-очень бюджетное. Присмотритесь к нему. Я покупала его в магазине «Подружка» за 100 с чем-то рублей, по-моему, даже меньше, чем 200 рублей. Необычный тоник, довольно густой. Он называется «Коррекция морщин» «Ретинол и магний» от «Белита Витекс», внизу «Витекс». И, насколько я знаю, две эти компании слились в одну, поэтому периодически линия может называться то «Витекс», то «Белита» вот здесь внизу, но концерн уже один. Ну, по крайней мере, так я слышала от моих зрителей. Что я вам хочу сказать? Конечно, никакой коррекции морщин он не дает. Это такая хорошая, легкая, увлажняющая эмульсия, получается, вместо тоника. Он действительно густоватый такой. Вот специально оставила вам посмотреть. Видите, вот прям такая водичка. Какого ощущения стянутости после него. Наоборот, хорошее увлажнение дает. Ну, в общем, это бюджетное средство, кроме увлажнения от бюджетных средств. Такого плана я не ожидаю чего-то невероятного. И, конечно же, это не антиэйдж эффект. Но как хороший способ подготовить свою кожу к дальнейшему уходу? Да, если у вас особенно кожа стянутая после некоторых тоников. К сожалению, выпадают мои разочарования. Придется мне выбросить гидролат цветков апельсина от DNC или DNC. Я не знаю, как правильно произносить. Я произношу по-английски. Насколько я понимаю, это российская компания. Почему я хочу его выбросить? Как вы видите, половина еще осталась. Я с трудом, с трудом пыталась им пользоваться, но у него довольно странный аромат. У меня есть ощущение, что сроки годности были уже неверные, когда я его приобретала. Приобретала я его в каком-то интернет-магазине. Честно говоря, уже не помню. Но я точно знаю, какой должны иметь аромат гидролаты. Они должны чуть-чуть слегка иметь аромат травы. Но не более того. То есть, кислятиной, каким-то прокисшим молоком они точно не должны пахнуть. Так что придется выбросить. И сейчас мы с вами приступаем к моему самому любимому разделу. Это сыворотки. Я считаю их очень важным элементом ухода за лицом. Так как именно они содержат наибольшее количество компонентов полезных. Они более концентрированы, нежели крем. Сейчас хочу рассказать вам по поводу сыворотки, которую я приобретала на iHerb. И приобретала уже третью баночку. Закончила ее. Now Solutions. Они же выпускают хорошие витамины. Это коэнзим Q10. Энзимы я рассказывала вам. Думаю, что вы можете почитать самостоятельно в интернете. Это очень полезные элементы. Которые добываются в основном из фруктов. Но также вот есть как коэнзим Q10. Что они делают? Они чистят наше лицо. Буквально омолаживают. То есть, дают хороший цвет лица. За счет того, что работают практически как кислоты. То есть, они также отшелушивают. Фактически отшелушивают верхний слой. Они постоянно обновляют кожу. Также они борются со свободными радикалами. Чего, конечно же, не могут делать кислоты. Периодически проверяю, чтобы у меня не были кровавые зубы. Потому что я сейчас в косметике из своего проекта. Использовать по максимуму. Как вы знаете, я ограничена в этом проекте определенными косметическими средствами. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Оставлю вам тоже вот здесь ссылочку. Итак, эта сыворотка, она много раз уже появлялась в любимых моих продуктах. У нее немножко такой горьковатый аромат. Куэнзим Ку-10 часто, как и витамин С, такой имеют неоднозначный аромат. Но поскольку она закрывается кремом, этот аромат очень быстро исчезает. То есть, вы его не будете ощущать. Она такая довольно густая. И поскольку я наношу ее на зону шеи и декольте, и под глаза, и на все лицо, она у меня довольно быстро заканчивается. Но оно того действительно стоит. Действительно, цвет лица улучшается прямо на глазах в процессе использования этой сыворотки. Обратите, пожалуйста, на нее свое внимание. Стоимость ее очень-очень хорошая, правильная стоимость. За вот такой объем здесь целых 30 мл, и это хорошо. Сыворотка от Диопрос с улиточной слизью. Показывала вам ее в своем видео интервью с Эхотидом. В этом видео я рассказываю о том, каким образом улиточная слизь, то есть муцин улитки, действует на нашу кожу. Для тех, кто не видел его, посмотрите, пожалуйста, здесь тоже оставляю ссылочку. И, кстати, обратите внимание, обязательно заглядывайте в инфобокс. Это окошко, которое открывается, кнопочка еще прямо под видео. И там вы найдете также все ссылки, которые я оставляю вам вот здесь, под перевернутым восклицательным знаком. Кстати, они не исчезают в процессе видео. Они появляются вот здесь и туда же складываются. Если вы нажмете на этот восклицательный знак, они заново появятся, вы сможете перейти по всем этим ссылкам на мои видео. Диапроз – корейская компания, которая производит хорошие, качественные. И в Корее это люксовые средства, поэтому они вот в таких все красивых упаковках. То есть это стекло. Здесь есть пипетка, жидкость абсолютно прозрачная. Она у меня довольно долго жила. Я наносила ее на увлажненную кожу, на какой-то тоник, такой вот легкий, как водичка. И дальше она вот именно на мокрой коже, она разносится буквально 2-3 капельки и на лицо, и на зону, шею и декольте. О пользе улиточного муцина долго рассказывать не буду. Вы посмотрите мое видео, которое было посвящено только этому. Конкретно эту сыворотку довольно сложно купить. Диапроз продается не везде, сейчас он продается в салонах. И я должна вам сказать, что ее с успехом, с огромным успехом заменяет сыворотку от Мизон, также с улиточной слизью. Поэтому эту сыворотку конкретно приобретать больше не буду. Ну, просто была такая возможность, я купила. Сейчас мучиться и искать ее где-то не буду, буду покупать Мизон. Собственно, сыворотка Мизона, о которой я только что говорила, но это не с улиточной слизью, а гиалуроновая кислота. Здесь хороший очень состав. Это действительно очень концентрированная сыворотка. Она как такая вот густая водичка. Ее нужно также наносить на тоник, дабы гиалуроновая кислота забрала весь тоник еще с собой внутрь под кожу. И там уже наполнилась, то есть гиалуроновая кислота притягивает к себе воду, превращается в шарики геля, который наполняет нашу кожу и не позволяет формироваться морщинкам, по крайней мере, в течение дня. С возрастом выработка гиалуроновой кислоты, к сожалению, ухудшается, и поэтому необходимо использовать вот такие вот средства дополнительно. Кстати, во всех средствах практически, которые вы используете, экстренных, когда у вас есть ожог, когда у вас есть какая-то засуха на коже очень сильная, например, во всех средствах для глаз, физиогели какие-то, везде содержится гиалуроновая кислота. Так что это не только антивозрастной компонент, это просто компонент, который хорошо удерживает влагу. Ну а нам с вами и девушкам за 40 это очень-очень полезно. Так что да, я буду приобретать еще конкретно качество этого продукта. Мне очень понравилось, и цена очень-очень доступная, опять же, на сайте iHerb. Закончились также у меня две бюджетные сыворотки. Вообще, этот месяц был бюджетных каких-то средств. Я пробовала много нового, и сейчас точно могу сказать свое мнение. Я считаю именно эти видео самыми полезными среди видео об уходе. Я могу тоже точно сказать вам окончательный вердикт средствам. Это ночная крем-сыворотка для лица от Эколабс. Здесь написано омолаживающее. Хороший очень состав. В активных ингредиентах числится кофеин, а органическое масло зародышей пшеницы. Вы знаете, это всегда хорошо. Это очень хороший питательный компонент. Масло и, опять же, гиалуроновая кислота. Обратите внимание, да, о том, что я только что вам говорила. Вот эта вот сыворотка мне понравилась очень и очень. Я думаю, что я ее обязательно повторю, как только будет у меня такая возможность, и как только у меня закончатся хоть какие-то еще другие средства. Но, как вы видите, моя смешанная, все-таки склонная к сухости больше кожи, довольно много потребляет уходовых средств, поэтому у меня они долго не лежат. Особенно я люблю сыворотки, потому что именно они, содержащие большее количество полезных компонентов, быстрее впитываются все-таки в кожу и не создают какой-то пленки. Также, я думаю, ее можно использовать из-за того, что здесь есть гиалуроновая кислота, как пресс-сыворотку перед макияжем. То есть, это может быть хорошая база для макияжа, именно для сухой возрастной кожи. Этенсивная сыворотка-корректор для лица против веснушек и пигментных пятен от Vitex. Что я могу сказать вам по поводу этой сыворотки? Да, она мне понравилась, она слегка пощипывает, потому что она с фруктовыми кислотами, под глаза ее нельзя, вообще никакие средства ни с витамином Е, ни с витамином С, ни с витамином А, то есть, ни ретинолы, ни кислоты, ничего нельзя под глаза, потому что у вас иначе засохнет кожа, пошелушится, будьте аккуратны. Ее нельзя использовать днем, это только на ночь. Не потому, что кожу потом нужно защищать обязательно SPF-фактором каком-то, я думаю, вы уже это знаете. Действительно, это так, нужно обязательно перекрывать потом лицо, если вы пользуетесь в этот период какими-то средствами с кислотами или ретинолом. То есть, осталось такой слой, если провести вот так вот рукой, то прямо она шелушилась. Не знаю, с чем это связано, возможно, так и должно быть, потому что она используется на ночь и перекрывается кремом, но я вот пыталась уже ее доиспользовать днем, а у меня не получилось. Но, однако, да, действительно, я использовала ее, как вы видите, до конца, она мне понравилась. Не могу сказать, что прямо побегу повторять, потому что у меня довольно много средств с кислотами, более таких легко впитываемых, которые не оставляют никакой пленочки, да, на лице таких более жидких. Я предпочитаю вот такие. Либо уж крем с хорошим процентом кислоты один раз в неделю нанести, и уже потом не мучиться. Каждый день не наношу такие средства. Следующая сыворотка вот в такой салонной аптечной упаковке – это липосомы с рукусом. Производитель Испания. Продаются на специальных сайтах, где продаются ингредиенты косметические для салонов, для тех, кто делает сам косметику. И приобрести ее можно на Натурфриру, так, по крайней мере, сказано на упаковке. Липосомы с рукусом призваны избавлять от розоцеи, от расширенных сосудиков и венок. Я не могу сказать, что это произошло, хотя я использовала вот целую упаковочку. По инструкции ее необходимо добавлять в некоторые кремы, что я и делала, для тела, для лица, под глаза. Но пока ничего не произошло. Возможно, нужно пользоваться больше. Ну и, в принципе, у меня не очень большие расширенные сосуды. Буквально пара сосудиков вот здесь, вокруг крыльев носа. Сейчас я работаю над этой проблемой уже с прибором Дарсон Валь. Кому интересно, как я это делаю, посмотрите, пожалуйста, что же вот сюда будет ссылочка. И в описании к этому видео оставляю вам также дублирую эту ссылку. Поэтому рекомендовать не могу. Теперь поговорим о кремах под глаза. Закончился у меня клиник All About Eyes Rich. Это богатая серия, насыщенная маслами. Пока мне этот крем нравится. Сейчас у меня в использовании вторая упаковочка. Я вам рассказывала об этом. Я приобрела вот эту за полную стоимость. И потом вторую уже в Литуаль по распродаже за 900 с чем-то рублей. А так, в принципе, она стоит 2,5. Но это, конечно, очень дорого для многих. Я знаю. Упаковка сама красивая, конечно, стеклянная. Да, здесь не очень много. Здесь всего лишь 15 мл. Расходуется он у меня, как вы понимаете, в связи с тем, что у меня довольно сухая кожа под глазами, очень быстро. Хватает мне вот такого вот крема, может быть, на месяц, на полтора, не больше. Я считаю, что есть такие более бюджетные заменители. В частности, Revival Labs Front Eye Cream, который я вам показывала не раз в своих видео, в пустых уже баночках. Сейчас я тоже буду готовить видео о моих любимых средствах косметических. И, честно говоря, я надеялась, что туда войдет клиник. Но пока не могу про него ничего такого сказать. В принципе, да, хорошо увлажняет, хорошо питает, но это все, и ничего особенного он не делает. То есть, это не антивозрастное средство. Если кто-то надеялся на него, нет, и оно не такое, оно просто увлажняющее. Что действительно хорошо работает, что снимает напряжение с мышц, расслабляет мышцы, это вот такой вот крем. Специально он для этого и создан. Он такой крем-сыворотка. То есть, он впитывается полностью, абсолютно, и на него необходимо наносить какой-то еще крем, который вы привыкли наносить днем или вечером под глаза. Это крем Eye Complex Farming Care. То есть, это комплекс, который помогает вашим мышцам вокруг лица. То есть, буквально мышцам, которые заставляют сжиматься, да, вашу кожу в гармошку расслабиться. То есть, это такая вот замена уколом красоты, я бы так сказала, которые я не делаю для тех, кому интересно. Мне 44 года, кто недавно со мной. Вы должны, я думаю, это знать, потому что, если я рассказываю вам что-то о кремах от морщин или каких-то антивозрастных средствах, увлажняющих, питательных, вы должны примерно понимать, какой возраст у человека, который вам дает эту информацию. Кстати, я не скрываю свой возраст. Я считаю, что в каждом возрасте человек должен психологически научиться себя хорошо чувствовать. Да, действительно, это хороший, нужный крем для тех, кто хочет обойтись пока без уколов красоты. Приобретала я его на iHerb. Только что я вам рассказывала про крем, который может заменить клиник. Да, это та же самая фирма, Revival Labs. Здесь в основном хорошие натуральные ингредиенты, но также есть вот эти элементы, которые действуют вот таким образом, релаксирующим на мышце. Как вы можете угадать, есть ли в креме вот такие элементы? Если вы нанесете на губы этот крем, вы почувствуете легкое не менее. Тогда вам уже станет понятно, каким же образом он работает на мышцах, каким образом он их расслабляет. Хватает его ненадолго, он не жидкий, он довольно густой, но как ни странно, он полностью впитывается вот просто досуха абсолютно. То есть он очень мелкомолекулярный, какой-то вот правильный такой крем, который идеален именно для возрастной кожи. Я думаю, что я буду приобретать его еще, как только закончатся у меня те средства антивозрастные, которые я уже приобрела на iHerb. Для тех, кто говорит о том, что произносить слово iHerb нужно без буквы H, то есть iHerb, если я буду так называть, то вы не поймете, H, да, не читается. Но если я буду говорить iHerb, вы вообще не поймете, что это за магазин, поэтому давайте я уже буду говорить просто по-русски. Показываю вам крем черный жемчуг, таким вот шариком. Приятный крем, хорошо увлажняет, ничего особенного он не дает, хотя это адаптивный крем-эксперт для век. Все вот такие вот бюджетные средства я воспринимаю только как вариант, может быть, сыворотки после нанесения тоника утром, просто чтобы не стягивало кожу под глазами после умывания. Я не ожидаю от них какого-то большого, экстремального антиэйча эффекта, потому что это очень-очень бюджетное средство, оно стоит стоить чем-то рублей. Однако, должна вам сказать, что на все бюджетные средства у меня есть как бы такая легкая аллергия, может быть, реакция глаз, то есть я чувствую резь немножко в глазах, знаете, вот как будто долго пересидела за компьютером. Вот такое у меня ощущение, когда я с утра наношу этот крем. Но это от всех кремов вот такого вот уровня, вот такого класса. Вполне возможно, там есть что-то, может быть, даже спирт, не знаю, что вот одно и то же, что на меня вот так вот не очень хорошо влияет. Поэтому я 10 раз теперь подумаю, прежде чем покупать вот такие вот бюджетные кремы под глаза, наверное, все-таки лучше я буду приобретать кремы под глаза на iHerb. Это была первая часть видео о том, что съела моя кожа за декабрь. Средства довольно много, некоторые из них помогла закончить мне моя дочка, и поэтому средств чуть-чуть больше, чем обычно. Во второй части видео будет также много ухода, будет декоративная косметика и будут витамины. Поэтому встретимся с вами во второй части, и я благодарю вас за ваше внимание, за ваши комментарии, которые, как вы знаете, я очень-очень ценю. Вышло мое видео о подарках, бюджетных подарках, фикс прайс. Также есть у меня идеи подарков к Новому году менее бюджетные, и Victoria's Secret я вам делала, видео и обе, поэтому посмотрите, пожалуйста, все ссылочки на это видео я оставляю вам вот здесь внизу, в описании к этому ролику. Открывайте, пожалуйста, смотрите, поверьте мне, я много трачу времени на то, чтобы сделать это описание более понятным, четким для вас. Пишите, пожалуйста, темы, которые интересны лично вам, в комментариях, в личные сообщения, каким угодно образом. Спасибо большое, что вы были со мной, я желаю вам удачи, и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok